Новогодние сюрпризы для детей готовят, пожалуй, все театры в Оренбурге. Областной драматически ставят любимые детворой произведения «Волшебник изумрудного города». Режиссер Ирифката Сарафилов обещает удивить публику декорациями, костюмами, захватывающими приключениями. Излюбленную сказку «Кот в сапогах» в театре мускомедии представят в виде мюзикла. Недавно открывшийся театр в Бугуруслане также будет ждать маленьких зрителей на представление «Новый год» и «Всё-всё-всё». А юные арчане смогут погрузиться в музыкальный спектакль «Похищенное Рождество». Для его постановки пригласили режиссера из Петербурга Дмитрия Сарвина. Если говорить конкретно об этом спектакле, то его воплощение на сцене стало во многом возможно именно благодаря очень хорошей технике, которой располагает театр. Малыши смогут увидеть в областном театре кукол сказку «Как лиса медведя обманывала». В областной филармонии обыграют народную сказку по щучьему велению. И, конечно, все детские представления будут сопровождаться «Ёлкой» с Дедом Морозом и Снегурочкой. Свои проекты в преддверии Нового года подготовили также библиотеки и музеи. Музей изобразительных искусств, что-то наподобие квеста, собирается организовывать. Это такие игры развивающие, интеллектуальные, когда дети будут искать ответы на разные вопросы, разгадывать викторины. Благотворительную «Ёлку» в этом году проведет Оренбургская епархия. 8 января перед областной филармонии. Необычные утренники проведет областная детская библиотека. Один из них прямо в больнице для маленьких пациентов. На других праздниках гостями станут особые дети со сложными диагнозами. В библиотеке на улице Терешковой в мастерской Деда Мороза каждый ребенок сможет научиться делать подарок своими руками. А неравнодушные оренбуржцы сами могут стать Дедом Морозом для детей-инвалидов и принести свои подарки, чтобы ни один ребенок не остался без новогоднего сюрприза. Анна Золотухина, Виктор Яковлев, Новости дня.